Сегодня в Новгородской области вынесен приговор руководителям интерната, из-за халатности которых при пожаре погибли 37 человек. Во время процесса установлено, в приюте были нарушены требования безопасности. И директор, и инженер по охране труда знали, каждый день пациенты и сотрудники подвергаются смертельному риску. Репортаж Риммы Берулава. Решение суда зачитывали несколько часов. В деле свыше 50 томов. На скамье подсудимых бывший директор психоневрологического интерната Сагид Гусен Магомедов и инженер по охране труда Александр Куликов. Суд признал их виновными в нарушении требований пожарной безопасности. Магомедова взяли под стражу прямо в зале суда. В ближайшие 5,5 лет он проведет в колонии общего режима. Куликов 4 года в колонии поселения. Пожарные инспекторы неоднократно требовали закрыть интернат. В результате последней комплексной проверки, которая была еще до пожара, было установлено, что сигнализация неисправна, захламлены запасные выходы. Но главное, деревянное здание, построенное еще в 19 веке, не было предусмотрено для размещения маломобильных пациентов. Суд установил, директор о многочисленных нарушениях знал, но ожидая переезда в новое кирпичное здание, не занимался их устранением. Он полностью признал свою вину. Они называли меня папой. И мой приезд сразу после пожара, это были их крики. Папа чего делает? Папа горит. Это тот день, я не знаю, как это можно забыть. Сейчас на месте бывшего психоневрологического интерната установили памятный крест. Само деревянное здание сгорело дотла за считанные минуты. Установлено, что причиной пожара стала непотушенная сигарета в одной из палат. Пациентам разрешалось курить прямо в спальном корпусе. Из-за несоблюдения элементарных требований пожарной безопасности погибли 37 человек. Еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Санитарка Юлия Ануфриева ценой своей жизни спасла 23 пациента. В ту ночь она дежурила одна и физически не смогла обеспечить эвакуацию всех больных. Были нарушены нормативы численности работников, потому что по тем нормативам, которые существуют для этого количества людей, которые находились там 13 сентября, должно было быть в этот день не меньше пяти человек работников. Такие действия должны были отрабатываться на специальных занятиях для персонала. Однако руководство учреждения их не организовывало. Между тем адвокаты заявили, что приговор будут обжаловать. Они предоставили суду письма с подписью бывшего директора интерната, который он рассылал во все инстанции с просьбой перевести своих подопечных в безопасное помещение. Но ответа так и не получил. Римма Берлава, Владислав Пасечко, Георгий Ильин, Ксения Угарова, Первый канал, Новгородская область.